Всем привет! Дядя Юра дает прогноз на матч первого тура Кубка Кореала Россия-Финляндия, который состоится 11 ноября. Очные матчи соперников. В последних десятиочных матчах у Финляндии 5 побед, у России 4 при одной ничьей. 3 из 10 матчей были нулевыми. Последние пять очных матчей прошли на тотал больше 4,5. Сборная Финляндии на минувшем чемпионате мира дошла аж до финала, где проиграла канадцам в овертайме. Таким образом, беспроигрышная серия финнов сейчас дошла до 10 матчей. Сборная России, как это часто бывает в последнее время, на ура прошла групповой этап на чемпионате мира, но вылетела уже в первом раунде плей-офф, проиграв, правда, будущим чемпионом. В прошлогоднем Евротуре сборная России удачно играла против Финляндии, выиграв в первых трех раундах и проиграв в четвертом Евротуре, когда судьба первого места уже была фактически решена. Интересно, что последние четыре матча между россиянами и финнами были очень результативными, что немного не характерно, особенно для Суоми. Еще интересный факт. В последних десятиочных матчах у финнов перевес, правда, сборная России заметно подтянулась в последних играх, и если выиграть предстоящий матч, то сравняется по количеству побед их будет 5 на 5. Стоит обратить внимание, что последние девять очных матчей Россия и Финляндия не играли в ничью. Также ни один из четырех очных матчей в минувшем Евротуре в этой паре не был нулевым, хотя между собой Россия и Финляндия частенько играют в ноль. Как видим, много факторов говорят в пользу низового и, возможно, нулевого матча. Россия обычно хорошо играет Евротур, чего не скажешь о финнах, которые в прошлом сезоне были четвертыми по итогам Евротура, но это не помешало им дойти до финала, в то время как Россия, Чехия и Швеция уехали с чемпионата мира не словно нахлебавши. Учитывая длинную беспроигрышную серию финнов, которая должна бы уже давным-давно прерваться, здесь можно ставить на непроигрыш россиян в основное время и, скорее, в низовом матче. Все же это первая игра после чемпионата мира, можно сказать в какой... Сложно сказать, в какой форме будут команды, но если отталкиваться от статистики предыдущих Евротуров, многое говорит в пользу россиян, несмотря на то, что игра будет проходить в Финляндии. Вариант с 1х имеет неплохой коэффициент и хорошие ожидания. Пора бы уже финнам проиграть после длинной беспроигрышной серии. На этом все, дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизм и удачи, будьте здоровы!